Информационный день продолжается. В студии работает Сергей Петренко и далее поговорим о самом главном из Украины. Одну из самых масштабных операций в этом году развернет в Украине Красный Крест. На эти цели организация планирует мобилизовать более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, на встрече с главой Украины в Давосе. Особое внимание собеседники уделили гуманитарной миссии на неподконтрольных территориях. Однако для этого важно обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Красного Креста в оккупированные районы. Во время встречи Петр Порошенко также попросил помочь освободить украинцев, которых незаконно удерживают на Донбассе, в Крыму и на территории России. Также призвал организацию активно защищать права украинцев на аннексированном полуострове. В ближайшее время Петер Маурер посетит нашу страну. Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки. Российско-оккупационные войска сосредоточили огонь на Мариупольском направлении. Они обстреливали опорные пункты украинских военных возле Азовского моря. Под минометный огонь попали Павлопа и Толоковка. Неспокойно было в Славном и Новотроицком. На Донецком направлении огонь продолжается в районе Светлодарской дуги, Зайцево, Авдеевки и Донецкого аэропорта. Из тяжелого вооружения там сегодня не стреляли. На Луганском направлении с 9 до 15 часов оккупационные войска провели ряд мощных минометных обстрелов в Попаснянском районе. По нашим позициям враг выпустил почти 40 минометных снарядов. Сразу после полуночи и поздно вечером противник обстрелял позиции вблизи станицы Луганской. На других рубежах Луганского направления вчера было тихо. Мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне АТО будет работать круглосуточно, так как большинство нарушений происходит ночью, когда миссия не ведет наблюдения. Об этом заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц после рабочих визитов в Киев и Москву. Он выразил намерение увеличить количество наблюдателей на Донбассе и выделить дополнительное техническое оборудование для них. Выступая в Москве, глава ОБСЕ подчеркнул, что Евросоюз смягчит санкции против России только после полного выполнения минских договоренностей. И, возможно, отмена не коснется ограничений, введенных из-за аннексии Крыма. Курц уверен, что Москва несет огромную ответственность за военный конфликт на Донбассе и может сыграть решающую роль в его решении. Банформированиями ДНР и ЛНР руководят кадровые офицеры российских вооруженных сил. Это подтвердил во время допроса боевик, захваченный накануне вблизи Мариуполя. Он гражданин России. В 2013 году приехал в Донецк работать. Воевать к боевикам пошел в 2015-м, говорит, чтобы заработать денег. Есть как и россияне, так и Донецк, Макеевка, Горловка, Торрес, Шахтерск. Из Крыма есть, есть из Казахстана, есть из Белоруссии. Россияне, они кадровые военные? Те, которые на добровольной основе, те, не кадровые военные, которые приехали добровольно. Управление полка, все кадровые офицеры. Процветает пьянство, наркомания, курение травы в полку. Нас только стращают и пугают тем, что на этой стороне нелюди. К нам честно обращаются и относятся гораздо хуже, чем меня тут встретили. В киевских кинотеатрах стартует премьера национального фильма «Войны духа». Как остаться человечным и несокрушимым духом в судьбоносной ситуации? Об этом рассказывают главные герои картины «Украинские воины-киборги», выжившие в эпицентре взрыва в терминале Донецкого аэропорта. Они спасали раненых собратьев, закрывали глаза погибшим, прошли вражеские плены, сумели вернуться к мирной жизни. Фильм создали два независимых автора – Татьяна Кулакова и Анна Мартыненко. В нем звучит музыка украинских исполнителей Ореста Лютовой группы «Катя Чили». На пресс-показе, который состоится в пятницу в одном из киевских кинотеатров, зрители смогут пообщаться с защитниками аэропорта и авторами этой ленты. Современные модели первичной врачебной помощи и медицинские книжки в электронном варианте. Министерство здравоохранения запустило проект для реформирования медицины в областях Украины. Опробуют его во Львовской и Полтавской областях. Если результат будет положительным, распространят на остальные регионы. Обучать участников проекта будут иностранные эксперты. Финансирует его Швейцарское бюро сотрудничества и Всемирный банк, который и выделили более 2,5 миллионов. Внедрение проекта рассчитано на три года. Есть две части этого проекта. Первая – это техническая помощь, чтобы внедрить реформы в регионах. Второе – противодействие коррупции. Это всего один из многих проектов, в рамках которых мы сотрудничаем со Всемирным банком в реформе системы здравоохранения. Правительство Швейцарии поддерживает эту реформу системы здравоохранения в Украине, потому что мы видим, что во многих городах и областях медицина на низком уровне. Но мы все понимаем, что эта проблема вполне решаема. Христиане восточного обряда отмечают крещение Господне. Во Владимирском соборе Киева отслужили божественную литургию святого Иоанна Златоуста. Ее возглавил патриарх киевский и всея Руси Украины Филарет. Крещение – один из трех главных православных праздников после Пасхи и Рождества. Он завершает цикл рождественских святок, установлен в память о евангельском событии, когда 30-летнего Иисуса крестил в реке Иордан пророк Иоанн Претеча. Считается, что в этот день вода обретает особую силу и целебные свойства, и каждый, кто искупнется, укрепит дух и тело на весь год. Поэтому верующие в этот праздник святят воду и окунаются в прорубь. Это день очищения, день очистить душу человеческую свою, то есть очиститься от всего. Что есть в этом празднике, какое-то умение принять смирение. В принципе, каждый как-то для себя ищет суть. Мир, любовь во всем пространстве в наших душах. Чтобы, прежде всего, мы находили язык с Богом, чтобы мы находили язык в семье нашей. Чтобы мы понимали, для чего мы вообще рождены. Светили воду, ныряли в прорубь, танцевали с маланкой и сжигали дидух. Так отмечают крещение в Музее архитектуры и быта Мамаева-Слобода. На праздник люди сходятся с раннего утра. Сперва благословляют воду в казахской Триверхой церкви, а после – закалительные купель и гуляния согласно народным традициям. Шутливым персонажам Василю Козе и Маланке поручили щедровать и забавлять гостей. А в завершение, как и водится, сожгли дидух. Сноп пшеницы – один из древнейших украинских символов урожая и благополучия. Устанавливая дидух, приглашали в дом умерших предков, чтобы они праздновали вместе с семьей. Сжигали дидух на перекрестке. Таким образом, по окончанию праздников, прощались с умершими, которым пора вернуться в плотусторонний мир. А живые возвращались к рабочему циклу с мыслями, чем засадить огороды на лето. Для закаленных украинцев крещение – это апогеи зимних гуляний. Участники фестиваля «Моршфест» в этот день развлекаются как могут. Ныряют в прорубь всей семьей и в любом возрасте. Все поддерживают традиции. Предшествуют погружению интенсивная зарядка и пробежка. А главное – духовный настрой. Даже те, кто ныряет впервые уверены, никакие болезни им не страшны. Незыблемые условия участников заплыва – здоровый образ жизни. И никакого алкоголя. Только теплый чай. Здорово. Очень здорово. Пять лет уже окунаюсь. Ощущения неописуемые. Раз нырнул – целый год не болею. Замечательное себя чувствую. И всем рекомендую. Первая ракетка Украины Александр Долгополов закончил выступление на Australian Open. Во втором круге одиночного разряда он проиграл французу Гаэлю Манфису со счетом 3-6, 4-6, 6-1 и 0-6. Накануне в первом раунде парного турнира в дуэте с Геральдом Мельцером из Германии Долгополов уступил испанцам Фелисиано и Лопесу 4-6, 6-3 и 4-6. Зато Ольга Савчук в паре с румынкой Алару успешно преодолела первый круг дабла, победив японку Наоми Оуаску. И по арториканку олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуих 6-2, 6-4. Это уже восьмая победа пары в сезоне. В одиночном разряде борьбу продолжит также Элина Светулина. 20 января она сыграет в матче третьего раунда с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Также украинка заявлена в Миксе, где ее партнером станет австралиец Крис Гучионе. И на этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на фейсбуке и ютюбе. Я же прощаюсь с вами ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей.